КОММУНАЛЬНАЯ ПАТРУЛЬ Светлое будущее, о нем мечтают сотни барнаульцев, речь идет о нескольких улицах поселка Кирова, так вот там уже давно наступил конец света. Впрочем, этого самого света никогда там и не было, а хотелось бы, говорят жители, а возможно, свете в конце тоннеля прямо сейчас. Мы идем по улице Мичурина, у нас тут никогда не было света, ходить тут невозможно, даже вот столбов нету, куда лампочки подключить. Других источников света здесь нет и не было. Поселок по-прежнему словно темное пятно на карте. На таких дорогах едва видно саму дорогу, говорит Светлана Викторовна, добавляет, порой приходится двигаться буквально на ощупь. Городским чиновникам проблема с освещением, уверяют местные жители, похоже, да лампочки. Не знаю, что у нас так работает у нас чиновники. Сколько получалось, а я и в свое время и полтора, два года назад подавала заявку, не отписали, я просила, чтобы была у нас детская площадка на поселке. Нам сказали, не положено, а насчет света будет, а когда будет, неизвестно. По этим темным улицам проходит маршрут до ближайшей школы. Риск получить травмы в сумерках резко возрастает, уверяют местные. Взрослые лишний раз боятся отпускать детей на улицу. Дадим Свет сегодня еще одной теме. Мусорный контейнер утонул в мусорке. Вот и такое, оказывается, бывает. Произошло это на Барнаульской улице Восточной. Горы отходов вокруг – типичная картина последних дней, рассказывают горожане. Все дело в том, что коммунальщиков здесь видели еще на прошлой неделе. С тех пор ни одной машины. В итоге куча выросла до приличных размеров, да так, что в ней утонул сам контейнер. Мусором оказалась усеянная территория вокруг в радиусе нескольких метров. Многие в шутку сравнили этот контейнер с тонущим «Титаником», другие сравнили с танком, который пробивается сквозь ТБО. В данной ситуации налицо то, что мусоровозящая компания не совсем качественно оказывает свои услуги, и контейнер был неправильно поставлен. Точнее, вообще не поставлен, а поставлен на бок. В данной ситуации, то есть, либо управляющая компания, либо администрация района должны обратиться к данной компании с требованием установить контейнер правильно, ну и также, видимо, убрать весь мусор, который непонятно, как лежит вокруг данного контейнера. В случае бездействия должностных лиц, необходимо будет обратиться в прокуратуру или Роспотребнадзор. Приобрести за свой счет, так решили жители частного сектора Бийска, и купили, установили возле каждого дома свой собственный контейнер. Поставили их, уверяют наукоградцы, по всем правилам. Вот только сразу же, после начала действия так называемой мусорной реформы, об этом нововведении коммунальщики тут же забыли. Мусорные баки зареченцы приобретали за свой счет. Сами их и содержат, как видим, в чистоте и порядке. Говорят, что заполняли баки летом в течение двух-трех месяцев, зимой за счет шлака и золы за месяц. По мере заполнения вызывали спецмашины и баки очищались. Цена услуги составляла порядка 270 рублей за вывоз. Теперь же с каждого жителя дома по тарифу оплата будет производиться ежемесячно. Мусор предложено выносить к машине в определенное время по графику. Это необдуманное решение, оно ухудшило не только состояние вывоза мусора. Будет завалено этот уже на остановке вот здесь, на трамвайной, ставили контейнера. Люди туда выносили мусор. До такой степени туда в любое время можно было принести мусор. Завалили, не успевали вывезти. Потом убрали мусор и убрали контейнера. Это уже было. Это уже пройденный этап. Самое главное, что принимают те решения, которые уже прошли. Спотыкаются в один и тот же камень. Когда ездила машина, понимаете, вот выходишь и ждешь. Она то, значит, где-то застряла машина, не пришла, то она вообще не пришла машина, то она пришла машина на час позже. По вот этой ссылке, что сейчас появится, можно будет посмотреть более подробно этот репортаж. Наши бийские коллеги постарались. На этом у нас все. 722-301. Это телефон нашей редакции. На случай, если вам удалось снять на мобильный телефон. Факт бездействия коммунальных служб. Этот же номер для тех, кто хочет поделиться новой историей для нашей программы. Увидимся ровно через неделю.